давали половину дома, ну, один этаж половины, и там я разбивал палатку, я жил, мышиный домик назывался, там мыши бегали по дому, и, конечно, страшно было, страшно, конечно, было, потому что, ну, мышей были, и крысы там были. Ну, понятно, все, ну, а в палатку не забегали они. Ну, я не видел. А как ты спал? Я немного спал, сейчас мне страшно стало. Хорошо, что они крысы были. Крысы, они вообще, ты знаешь, да, что крысы любят, ну, они не будят, они даже не скребутся. Они просто заходят, забегают тебе на живот, они просто нюхают ноги, то есть, нюхают бороду, лежат на тебе. И когда они чувствуют, что ты вот-вот броснешься, они просто тихо уходят. И ты вот там такой, ой, как я спал, сладко. А на тебе пара-тройка крыс, нормально так, ну, выспалась меня, понимаешь, какая херняка? Впервые слышу. Впервые слышу. Охранника нашего так крыс одна подловила в Киеве, когда я работал. Вот он, прикинь, реально, закончился рабочий наш день, а он оставался на ночь в магазине, чтобы ты понимал. У нас там подсобное помещение есть, ты осталась на ночь, чтобы его не обокрали в магазин, понимаешь? Хочет цивилизация была, и всё. На ход там нужен, если он спал-то. Ну, вот такая вот херня, короче, там Шиза, понимаешь, там была в девяностые годы. Ну, ладно, я работал там в конце двухтысячных, то всё равно. Шиза была. Он, короче, постоянно раскладушку с собой, ну, как бы, она у него там и была. Он просто её раскладывал каждый вечер. И он раскладывает эту раскладушку, мы собираемся домой. И он, прикинь, вот так вот просто прилёг, вот так вот на секунду, глаза закрыл. И потом прибегает, говорит, такой, ебать, я просто пошёл вот в этот подвал, где у нас там было пособное помещение, раскладушку раскладал и хотел просто буквально на пару минут ноги. Ну, что целый день стоял. Прилёг и тут же отрубился на пять минут. Беру, а у меня прямо на лице крыса сидит, прикинь, нюхает. То ли ресницы нюхает, либо брови его. И он, говорит, я вот так вот встал, а нахуяк, ну, там, под шкафы и убежала. И он вышел, и он эту раскладушку понёс на неё. Погоди, а как у меня бы сердечный приступ случился, если бы такая штука вообще со мной произошла бы? Нет, с ним нет, это дядя Саша, он такой там был. А это он про чёрную розу рассказывал? Это тоже дядя Саша, но с другой смены. Вот, про чёрную розу рассказывал, а этот делал пряники из говна какого-то. Очень-очень дерьмовые были пряники, вообще не его.